Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. В областной библиотеке имени Герцена прошел второй книжный фестиваль, приуроченный Дню города. Гостей встречали русскими народными песнями и танцами. Живая музыка и знакомые напевы составили здоровую конкуренцию литературным викторинам, конкурсам и экскурсиям. Почти каждый отдел библиотеки организовал свое мероприятие для читателей. У главного входа разместился фримаркет, где каждый желающий мог принести свою книгу и обменять на книгу из фонда библиотеки. В специальной читальне ретро можно было уютно расположиться на диване или кресле и как дома почитать книги и журналы 40-х 60-х годов. Всем желающим была доступна чайная церемония. Во внутреннем дворе библиотеки на продажу были выставлены редкие книги и издания. Но наиболее популярной оказалась организованная для самых юных читателей детская площадка. Здесь ни на мгновение не затихали детские голоса. От чистого истока в Кирове прошел фестиваль русской культуры. Во Дворце культуры Космос собрались больше ста детей и педагогов, чтобы показать, насколько глубока и популярна русская культура и какие волшебные звуки могут рождать народные инструменты. С открытия фестиваля репортаж Анастасия Войнолович. Организаторами фестиваля выступили администрация культуры города, детская филармония и школа искусств фольклорная. За историю создания фестиваля из городского он стал межрегиональным. Все больше и больше любителей и профессионалов народной музыки собираются в Кирове. Третий раз город Киров принимает гостей из разных властей. Нынче у нас коллективы из Костромы, Казани. Дальше к нам приехали фольклористы из Москвы и Пермский край. То есть нынче представлен фестиваль очень широко, особенно даже много исполнителей на балалайке. На фестивале не будет призеров. Определят лучших в нескольких номинациях. Народные инструменты, фольклор, декоративно-прикладное искусство. Выступят два народных оркестра, а также солисты и различные творческие коллективы. Среди участников и наши вятские колокольчики под руководством Ольги Бурковой. Им была отдана честь открыть фестиваль с традиционным караваем. Наверное, это здорово, весело, классно, интересно, потому что оркестры, ансамбли все стараются синтезировать. То есть пение с танцем, с исполнением на народных инструментах, вводятся какие-то новые инструменты. Или наоборот, дополняют их старые, например, рубель, трещотки, свирельки. Молодежь с большим интересом знакомится и знакомит зрителей с образцами народной музыки. Я была маленькая в лагере. Меня привела к Ольге Вячеславовне ее ученица. Она была вожатой моей. Благодаря ей я и стала учиться в фольклорном ансамбле петь. Для меня это значит, что я помню, ценю все вот это, что раньше было. Жюри предстоит нелегкая задача выбрать лучших из всех коллективов и исполнителей, потому что все участники фестиваля по-настоящему увлечены народным творчеством, любят музыку и народные песни. Мастер-классы, театрализованные представления и ярмарка изделий вятских умельцев. В день города праздничные мероприятия прошли почти в каждом районе Кирова. В Александровском саду все желающие могли не только увидеть процесс создания произведений искусства, но и попробовать себя в роли мастера. Кирилл Сосолятин расскажет подробнее. Заправить станок – целое искусство. Чтобы правильно установить даже самое простое переплетение, нужно очень много знать о ткатском ремесле и иметь огромный опыт. Но создать небольшой кусочек ткани на уже готовом стане сможет каждый через 15 минут. Здесь заправлено самое простое переплетение, это полотняные, заправлены самые простые нитки. Здесь все приготовлено именно для того, чтобы каждый желающий, начиная от 3-х лет, 4-х и заканчивая, нет возраста, который не был способен это делать, мог сесть и попробовать за ткацким станком соткать ткань. Чтобы просто попробовать себя в ткацком деле, этот стан – оптимальный вариант. Фигуры высшего пилотажа, узоры и рисунки доступны только на более сложных станках и настоящим мастерам. Мы детям, мы взрослым, и что удивительно, не только женщинам, но и мужчинам обычно бывает очень интересно устройство ткацкого станка. А в устройстве звонницы мастера звонарного и искусства Михаила Шершнева ничего сложного нет. Здесь важно знать, как извлечь звук. Звонарь – это почти музыкант. Музыкальный инструмент. Вот музей музыкальной культуры эгоинки в Москве. Я удивился, я обошел все отделы, все музыкальные инструменты мира. И отдельный раздел в нескольких витринах колокола. Большие и маленькие написано. Русские колокола – самозвучающий музыкальный инструмент. Михаил Шершнев посвятил 30 лет своей жизни изучению колоколов от самых больших церковных и до таких сравнительно маленьких почтовых. Такими колокольчиками два века назад были оборудованы все почтовые повозки. Колокольный звон оповещал всех на почтовой станции, что пришла карета, а в пути такому экипажу все уступали дорогу. На центральной аллее сада творчество мастеров-народников было представлено во всем своем многообразии – от живописей и до дымковской игрушки. Художественный текстиль и акварель. В музее имени Воснецовых открылась выставка работ заслуженного художника России Анатолия Белика. С творчеством вятского художника знакомы и за пределами страны. Работы Анатолия Белика выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Казани, Лейпциге и Праге. Искусствоведы отмечают в работах мастера широкое жанровое разнообразие, дерзкие замыслы, неожиданные композиционные и цветовые решения. Я рад, что выставка, и страшно, потому что когда в мастерской все хорошо, замечательно. Когда открываешь, начинаешь думать, да, тут поедет, тут сделает. И потом я очень влюблен в декоративное искусство. Декоративное искусство я влюблен. То есть хочется, чтобы у нас в Кирове было высокое декоративное искусство. Я стремлюсь, как получается, решать искусствоведом, зрителем, но надо стремиться к этому высокому. В Кирове отметили день рождения Александра Пушкина. Почитатели таланта великого русского поэта по традиции собрались в пушкинской гостиной, чтобы насладиться бессмертными стихами и романсами. Подробности у Ивана Швецова. Вечер назывался «Венок Пушкину», поскольку все присутствующие в гостиной сплели своеобразный венок признательности и благодарности поэту. Авторы литературного вечера решили напомнить гостям, что творчество Пушкина оказало огромное влияние на все последующие поколения русских поэтов. Особенно яркий всплеск интереса к Пушкину был у поэтов Серебряного века. Украшением вечера стало и выступление супругов Орловых. Они исполнили романсы на стихи великого поэта. Мы с женой вместе здесь всегда выступаем. Мы друзья Пушкинской библиотеки. Это считается наш родной дом и дом Пушкина. Сегодня я решил немножечко разнообразить. Пусть и день рождения Пушкина. Начнем с Пушкина, закончим Пушкиным. Но в серединке на стихи русских поэтов, которые себя считают тоже детьми Пушкина. Из Пушкина выросли это. Алексей Константинович Толстой и другие наши замечательные поэты. Гости литературного вечера насладились атмосферой аристократической гостиной 19 века. Услышали произведения классической музыки, посмотрели видеоролики с чтением стихов Пушкина в исполнении Иннокентия Смоктуновского, Евгения Миронова и Сергея Безрукова. А также услышали стихи, посвященные Пушкину нашими поэтами-земляками. В библиотеке имени Пушкина прошел спортивный час. Ребят не только познакомили с историей Олимпиады, но и самих вовлекли в спортивное состязание. За происходящим наблюдала Виргина Мотивася. До зимней Олимпиады в Сочи чуть меньше года. И кировские школьники уже знают, где она будет проходить и что станет девизом Олимпийских игр. В преддверии грандиозного спортивного события сотрудники библиотеки имени Пушкина решили познакомить ребят с историей Олимпиады. Здесь мы расскажем об истории Олимпийских игр, с чего все начиналось, как они задумывались, кто был организатором, кто продолжил это дело. И покажем всю историю от самого начала. Пересказать всю историю невозможно, но самые интересные ее страницы организаторы перелистали вместе с детьми. С Древней Греции с 776 года до нашей эры берет свое начало Олимпийское движение. Узнали дети и то, что караибас был первым олимпийским чемпионом и что самым увлекательным состязанием Древнегреческой Олимпиады были гонки на колесницах. Ну а сами ребята здесь приняли участие в спортивных и где-то даже шуточных эстафетах. Увлекательные игры с квадратным мячом и кольцами, бег сороконожек, нектарины и конкурсы, связанные со спортом. Спортивный час в библиотеке прошел весело, а сборная команды детей из летнего школьного лагеря готова встретить 22-ю зимнюю Олимпиаду в Сочи. Напомним, что наша программа выходит при поддержке управления культурой администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24. Субтитры создавал DimaTorzok